Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одних исполнителях, которые были в киноконцертном зале «Панорама» и которые с любовью и радостью встречаете вы и мы как работники киноконцертного зала. Сложно себе представить человека, который не любит посещать концерты, любимых сердцу музыкальных групп и исполнителей. Посещение таких мероприятий наполняет положительными эмоциями. Об одном из концертов киноконцертного зала «Панорама» наши посетители вспоминают часто. Эскадрон моих мыслей шальных, ни решеток ему, ни преград. Не могу удержать я лихих скакунов, пусть летят. Так коллеги Олега Гасманова характеризуют его творческий стиль. Написанные эти слова были еще до перестройки. Когда цензура сказала, что некоторые песни Олега Гасманова слишком фривольными, он подумал, все равно меня не удержать, мысли не имеют границ. Сегодня Олег Гасманов советский, российский певец, композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Российской Федерации. А как же формировался характер будущей звезды? Детство юного Олега Гасманова прошло в Калининграде. Его родители были фронтовиками. Отец – кадровый офицер, защищал Беларусь, брал Кёнигсберг. Мать – врач, кардиолог, работала в военном госпитале, награждена медалью за победой над Японией. Калининград, как, впрочем, и многие другие города бывшего Советского Союза были наполнены памятью о военных событиях. И тогдашние мальчишки, конечно же, старались найти как оружие, так и боеприпасы. Это и для Олега Гасманова было, безусловно, интересным занятием. И вскоре он собрал целый арсенал оружия. Был даже у него немецкий станковый пулемет. Когда родители уходили на работу, он ставил этот пулемет на подоконник и фантазировал, что стреляет в воображаемого противника. Однажды это занятие чуть не закончилось плачевно. Когда курок не срабатывал, Олег решил ударить по нему молотком. После первого же удара пулемет падает на мизинец мальчика. К счастью, в этот момент приходит домой мама. Правда, помощь пришлось оказывать аж в госпитале. Еще один случай вспоминает сам автор, сам Олег Газманов. Когда военные с трудом оттащили его от мины, которую он пытался разбить камнем. Вот такой вот в юности озорной был Олег Газманов. Мало кто знает, что в 1973 году он с отличием заканчивает высшее инженерное морское училище. Восьмью годами позже он заканчивает другое училище Калининграда музыкальное. И с тех пор музыка уже не покидает его по сей день. Было время, когда Олег сочинял только музыку к своим песням, а за стихи брать не решался. Но вот однажды он все-таки пишет слова к песне и посвящает эту песню девушке Люсе. Планировал исполнить эту песню сам, но из-за проблемы с голосом этого сделать не удалось. И тогда принимают решение, что песню будет исполнять его маленький сын Родион. Немножко изменили слова, и песня получилась о дворовой собаке Люси. Родион исполнил ее просто замечательно. Это было началом творческого звездного пути Родиона Газманова. Справедливости ради нужно сказать, что эта песня принесла огромную популярность и самому Олегу. Удивительно, но Алла Пугачева, влюбленная буквально в молодого исполнителя, в юного исполнителя, способствовала всячески тому, чтобы эта песня попала на первый канал. И она прозвучала в тогда очень популярной программе «Утренняя звезда», сделав автора и исполнителя этой песни любимыми и узнаваемыми во всей стране, во всем Советском Союзе. В 1989 году Газманов пишет песню «Путана». Посвящает ее, ну, как мы сейчас говорим девочкам легкого поведения. Эта песня принесла ему просто необычайную популярность, в том числе и среди главных героинь этой песни, которые, по слухам, правда, предлагали ему в качестве подарков свои услуги. Конечно, Газманов отказывался от таких предложений. Как я уже говорила, военная тематика овладела полностью его сердцем. Постепенно он становится постоянным участником концертов, посвященных военной теме. И вот 8 мая. На одном из концертов, который проходил в Кремлевском дворце, вдруг выходит Газманов и начинает петь «Господа офицеры». В зале недоумение. Что за господа? О ком идет речь? Ведь в зале сидят ветераны Великой Отечественной войны, кадровые офицеры Красной армии. К ним никто и никогда так не обращался, но постепенно недоумение проходит. И со временем эта песня становится гимном современных военных. Ее написание посвятил Олег Газманов августовскому путчу. И исполнение этой песни дало ему признание как певцу, патриоту, постсоветской России. В том же 1989 году Газманов пишет еще одну песню, посвящая ее военной тематике «Эскадрон», которая сделала его мегапопулярным. Она продержалась 18 месяцев на первых позициях хит-парада газеты «Московский комсомолец», невероятно популярного в те времена. Надо сказать, что Олег Газманов, пожалуй, единственный певец-исполнитель, который по своим сборам догнал Аллу Борисовну Пугачеву. В 1991 году в Лужниках состоялся концерт, на который пришлось 70 тысяч человек. Это просто невероятно. К 850-летию Москвы Газманов пишет песню «Москва», которая постепенно становится еще одним гимном столицы. Этот невероятный успех сподвигло то, что власти города Сочи обратились к композитору с той же просьбой написать гимн города Сочи. Гимн команды «Спартак» тоже сочиняет и записывает Олег Газманов при поддержке хора болельщиков в 7 тысяч человек. Звук получился невероятно мощным и проникновенным. Очень важно отметить, что Олег Газманов и является активным общественным деятелем. Благодаря его усилиям был создан фонд поддержки детей ВИЧ-инфицированных родителей. Деньги, полученные в этом фонде, тратятся на лечение этих детей. Также он является обладателем большого количества премий и наград, в том числе Ордена почета, Ордена Отечества четвертой степени, премии Министерства внутренних дел Российской Федерации, премии мэра города Москвы. Олег Газманов и достиг высот, я бы сказала, вот невероятных просто высот в творческом направлении. Он является 15-кратным лауреатом фестиваля Песни года, 7-кратным обладателем премии Овация, лауреатом международного фестиваля «The World's Music Awards». В 1998 году, 9 мая, на площади звезд у входа Государственный центральный концертный зал «Россия» была заложена именная звезда Олега Газманова. На сегодняшний день Олег Газманов член Союза писателей города Москвы, член Совета Министерства обороны Российской Федерации, член Совета Министерства внутренних дел Российской Федерации. А что касается творческого стиля Олега Газманова, про него можно сказать, как ни про кого другого, он вечно молодой. Несмотря на свой возраст, он радует нас с вами своим творчеством. Собирает полный зал и киноконцертный зал «Панорама» не был исключением. Также в зале зрители тепло и радушно встречали Олега Газманова. Искренне надеюсь на новые встречи. На своих концертах он исполняет как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни.